Девушки отдыхают А может быть у него такое прекрасное настроение Поэтому перед вами лежат бабочки и ёжики А перед нами очень красивая поляна Вот если у вас есть какие-то переживания и страхи И тогда возьмите эти ёжики Отдайте им свои страхи И пусть они у нас гуляют на этой полянке А если у вас хорошее, прекрасное настроение То пусть летают бабочки Прошу вас Представьте, что какое у вас настроение Какое настроение Если всё прекрасно, бабочки Если страх, то отдайте Страхушкой Пусть они гуляют у нас на полянке Ну что ж, свои страхи мы отдали Бабочки у нас тоже летают Прекрасно Тема нашего урока Хотя и урок у нас геометрия Знание мнения И первый наверняка такой вопрос, ребята Каждый для человека имеет свое собственное мнение Дмитрий Конечно Конечно, каждый имеет собственное мнение Хорошо А сейчас там много различной информации И по телевидению, и по радио Интернет Огромное количество Вся ли информация, которую мы слышим Является знанием или мнением? Да Чем это является? Любовь Не вся бывает информация и знанием или мнением Да Есть Анастасия наверняка Знание где-то, да А есть и мнение Мнение Хорошо Важно ли иметь человеку свое собственное мнение? Да Конечно И он всегда имеет Так ведь, да? А правы ли всегда бывают? Не мы Вот наша точка зрения Ну, если, ну, не знаю, что сказать Ну, бывают и правильные, но не правильно Правильно, бывают и неправильные Бывают и неправильные Давайте, ребята, мы договоримся с вами, что вы будете сидеть Не нужно вставать Хорошо? Спасибо вам Так вот, конечно же, каждый имеет свое мнение, да? И оно бывает то ошибочным, а иногда бывает и правильным Совершенно верно И у нас мнение, это получается, что от центра чего-нибудь, отношение к кому-нибудь или чего-нибудь, взгляд на что-то Конечно же, знание от мнения отличается Так ведь, да? И знание это у нас Знание это прежде всего истина Так ведь, да? Как только мы устанавливаем истину, так, может быть, она сразу становится зданием Согласны? Да Основной фигурой, которую вы изучали в седьмом классе И на основании которой вот все изучается в геометрии Является какая фигура? Треугольник Треугольник Треугольник, правильно А треугольник, что это за фигура? Определение треугольника Мария А треугольник это геометрическая фигура, которая состоит из трех сторон и вершин Правильно Три стороны и три вершины Значит, мы, треугольник, можем классифицировать по Лусине По сторонам По сторонам, верно Алексей и По углам Совершенно верно Давайте вспомним А по сторонам Какие у нас, Сережа, треугольники бывают? Равнобедренные Так Так По сторонам И Разносторонние А по углам? Так Совершенно верно То есть у нас можно треугольники классифицировать либо по сторонам, либо по углам Хорошо К вам такой вопрос Существует ли разносторонний и остроугольный треугольник? Чтобы он одновременно был и разносторонним и остроугольным? Да Конечно, существует А равнобедренный остроугольный? Да А, например, равнобедренный прямоугольный? Нет А почему? Может Может Как? Может Может Если Один Ну, вершина будет 90 градусов и два катета равны Хорошо, молодец То есть Преугольный Обязательно должен быть При вершине Да, ведь Да Хорошо А теперь, ребята, к вам такой вопрос А каких треугольников не существует? Например, я хочу, чтобы он был равносторонний и тупоугольный? Нет Он не может быть, потому что тупоугольный это град больше 90 градусов, а сумма в треугольнике 180 градусов То есть, ты какие знания здесь применила? Знания о сумме треугольных треугольников Ты не сослалась на эту теорему? Значит, еще раз напомните мне, пожалуйста, Владислав, что это за теорема-то такая? Сумма углов треугольника равна 180 градусов Согласны? И какой бы этот треугольник не был? Согласны? Совершенно верно Следующее Вспомним основные элементы треугольника Это у нас Бисектриса Да Медиана И высоты Хорошо, Сережа А что такое у нас медиана? Медиана – это отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противопротиволожной стороны Хорошо А что такое бисектриса, аромат? Бисектриса – это отрезок, который делит угол на две равные части Так, то есть величины углов равны И у нас осталось проговорить, Мария Да Высота Вершин угла, проведенный из вершины угла к середине противопротиволожной стороны К середине не видно Нет Нет Просто к лежащей стороне или противопротиволожной Хорошо Ребята А существует ли треугольник вот с такими углами? 90 Сумма углов треугольника Так, еще раз назовем, Сережа Сумма углов треугольника равна страсти Сумма углов Права ли я? Первый угол Перевернуть Перевернуть Вот так вот Перевернуть Так Так Ну, 85 Согласны? Я согласна Ребят, запомнили? 85 Первый угол Второй 85 Нашли сумму? Вон я складываю 85 85 175 И сколько? Еще раз 85 И сколько? Было сколько? 170 И еще 85 Стало? 200 255 255 Треугольник Да, не всегда шло adjusting Треугольник должен находиться на плоскости Если он находится не на плоскости, то сумма может быть разной Ну, и все Может быть разной, совершенно верно Ребят, вы догадались что треугольник у нас Алексей? На сфере, да? Это воздушный шар, конечно же, заменяет нам геометрическую фигуру, сферу. Все верно. И это у нас пространство треугольное. Спасибо, присаживайтесь. Вот рядом с вами находятся воздушные шары. Там нарисованы самые разные треугольники. В парах. Найдите, пожалуйста, сумму углов. Посмотрим. Синтарно переполняется. Может быть, где-то на шаре. Соколосе 50 градусов. В парах. В парах. В парах. Так, кто быстрее? Молодец. Спасибо. Так, давайте проговариваем, сколько 230, 240, 240, 220, 255, и у вас, девочки? 220, ну посмотрите, на всех треугольников сумма получилась больше 180 градусов. Действительно, у любого сферического треугольника сумма всегда больше 180 градусов. Если сферический треугольник выплыл, если же, представляю, он будет вогнутым, да, вовнутрь, то сумма наверняка будет меньше 180 градусов. И то утверждение, что сумма углов треугольника всегда равна 180 градусам, справедливо только для плоского треугольника. Потому что мы изучаем евклидовую геометрию, да, а евклидовая геометрия это вся на плоскости. А тут сферический треугольник, вот в данном случае выплыл, сумма у него всегда больше 180 градусов, всегда. Более подробно вы можете узнать это где. А сферический треугольник, например, в интернете или в каких-то справочниках. Хорошо. Следующий этап урока у нас. На столах, в лужу группами сидите, лежат задачи. Первая задача называется первый стол. Давайте желтый стол, мы вас назовем первый стол. Хорошо. Ваша задача называется углы треугольника. Синий стол, ваша задача называется углы треугольника. Третий стол, зеленый, это задача особая точка. Ваша задача, значит, до сигнала, послушайте меня внимательно. Каждая группа решает задачу, оставляет след свое решение. Правильный, неправильный, это ваше решение. Затем по сигналу колокольника переходит первая группа за второй стол, вторая группа за первый, третья, вот так вот, кругом, да, вы понимаете. Вновь оставляете свой след решения уже у той задачи, да. И таким вот образом вы проворачиваетесь по кругу, так, возвращаетесь к своей задаче. Значит, вы побываете здесь и здесь, возвращаетесь к своей задаче. И вы точно так же, рассматриваете решение своего, других групп и выдаёте итог решения. Затем выбираете двоих и показываете свое решение. Понятно задание? Понятно? Это называется у нас метод автобусных остановок или карусели. Итак, время пошло. Начинайте. Для каждой группы у вас там есть. Да, если хотите, можете сразу. Можно сказать, что вы это всё понимаете. Можно сказать, что вы это всё понимаете. На каждой остановке не более двух минут. 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 на каждой остановке не ничего не более двух минут. Высота медиальная и секрестная. Вот какие здания. Необходимо были? Хорошо, присаживайтесь. Так, ваше разрешение от лесника. Да, пожалуйста, разрешение. Звездная находится внутри угла. Поэтому мы приведем источник D, который находится внутри угла медиан, который будет принадлежать стороне АВ. Из точек H и D, который принадлежит ВС и D, мы проведем прямую, в которой получится отрезок. Это и получится разностраненный угольник. Какие здания ты здесь применила? Вы применили? Ну, наверное, что расстояние между точками наименьшее. Это? Перпендикуляр. Это перпендикуляр. Длина перпендикуляра, согласны? Да. Кто правильно догадался решить задачу? Чья группа? Вы сами догадались или где-то по магазинам? Да, хорошо, присаживайтесь. Ну что ж, третья задача. Спасибо. Пожалуйста. Кто? Хорошо? Хорошо, Л скажу. Хорошо, ловите? Хорошо, Х и Спасибо. Давай не будем доказывать? Каждый понял, что те данные, которые есть, это у нас треугольник равносторонний. И когда нужно было построить в нем индиану с 16 и высоту, мы определили только один ответ. Так вот, в этом треугольнике индиану с 16 и высота, ну это действительно правильно. А кто догадался в решении? Кто правильное решение нашли? Вы сами? Да. Ну молодцы, ребята. Давайте покупаем. Ну что ж, а теперь, ребята, мы получили равносторонний треугольник. И в равностороннем треугольнике получили, что все медианы, все три высоты пересекаются в одной единственной точке. Так ведь, да? Эта точка очень особая. Если мы установим в этой точке ножку, то обязательно этот треугольник не будет падать. Неважно, он из чего состоит. Может быть, он его сделал из картона. Он может быть, сделал из фанеры. Он обязательно будет стоять на одной ножке. Почему? Потому что середина... Так, так, так... Центр тяжести. Молодец, Сергей! Молодец! Это центр тяжести, это центр массы. Совершенно верно. Так вот, и эта точка особая точка. Но, если бы у вас был такой дизайнерский заказ, допустим, Алексей подходит к тебе баба и говорит, мы хотим установить в саду стол треугольной формы, но треугольник-то совершенно непонятно какой. Он не равносторонний. В какой точке мне надо установить данную ножку? Я думаю, в нескольких, так как точек таких будет очень много. Ну, много точек будет. Да. Потому что в разных треугольниках точка пресечения медианы, бисектрисы и высоты, они будут расположены по-разному. Да, это твоя точка. Мне нехорошо. Ребят, еще кто как думает? А можно на углах? На углах. А у нас только можно установить, я думаю, что... Тогда, если длинный треугольник, то можно ближе к длинной стороне. Ну, чуть-чуть. Ой, ладно. Правильно. Умница, Люба. Умница. Правильно. Так вот, ребята, конечно же, в произвольном треугольнике у нас точки пересечения медиан, бисектрис и высот. Это разные точки. И только одна единственная точка, это точка пересечения медиан из физики, мы это знаем, является центром масс. И если, Алексей, у тебя такой дизайнерский заказ появится, где ты должен эту, значит, точку установить, ножку? В точке пересечения медиан. Вы сможете это сделать? Да. Конечно же, с этим вы можете справиться. Молодцы. Так вот, давайте-ка мы с вами ответим на следующие вопросы. Вот у нас центр масс, вот у нас ножка. И в конце урока давайте ответим на вопросы. Я увидел, и продолжим предложение, я увидел красоту в геометрии. Мне понравилось, я вспомню, в будущем мне пригодится. Я бы хотела узнать любое из предложений. Дима, можно сидеть. Я вспомнил. Много что вспомнил. Можете сформулировать. Кто готов? Кто готов? Владислав. В будущем мне пригодится. Какие знания? Ну, то, что центр тяжести, это точка пересечения медиана. Так, хорошо, Роман. То же самое. А еще? Мне понравилось изучать данный учет. Молодец. Еще что? В будущем мне пригодится геометрия для выполнения дизайнерских заказов. Молодец. Умница. Еще? Я вспомнила многое, что мы изучали в прошлом году. Хорошо. Ребята, вам урок понравился? Очень. Вы новые знания получили? Да. Молодцы. Я очень желаю вам, чтобы ваши знания приумножались. Естественно, знания, которые вы получаете на уроках, это одни знания. Но вы, как будущее нашей страны, конечно же, добывайте свои знания. Ищите энциклопедии, какие-то новые знания, те, которые в школе вам не дают. И тогда, я думаю, вы будете всегда успешны. Спасибо вам, Город. И я... Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...